доброго времени суток подписчикам и гостям моего канала факел гекаты сегодня я хотела поговорить с вами немного об одной проблеме которая имеет место у практикующих мастеров а именно когда обряды или ритуалы которые вы рекомендуете человеку который пришел за помощью и который он сам проводит не приводит к положительному эффекту вот пришел человек на диагностику мастер ему смотрит на картах ли на кофе ли любым другим способом ясновидение ли которые доступны этому мастеру потом человек просит о том что дайте пожалуйста какой-то ритуал который я сам проведу и мастер считает возможным это сделать он получает этот ритуал рекомендации идет и сам его проводит и через какое-то время не получается то что он хочет не дает проведение это самостоятельное проведение ритуала не дает положительного эффекта человек естественно недоволен почему это происходит существует ряд причин конечно же хочу сказать что я никого не собираюсь учить я просто делюсь своим опытом и говорю о том что считаю необходимым сказать во первых человек этот совершил неправильно ритуал то есть либо покупку необходимых атрибутов он совершил не в тот день недели не мужской не женский так далее либо по лунному календарю сдачу взял с покупки свечи взял не те не тех цветов и не не восковые все ариновые не по количеству потом количество чтения заговоров не соответствует необходимому то есть нарушается ключ проведения ритуала но еще много существует таких причин очень много второй момент второй момент мешает тот факт что на человеке есть отрицательное негативное магическое воздействие но это мастер должен сначала разобраться если на нем значит сначала надо снимать эту как говорят народе просто порчу еще есть один момент человек не обладает необходимой силой это не человек силы объясню но мы понимаем что люди силы это те которые обладают наследственной силой генетической силой это мастера всевозможные заколдонные ведьмы знахари целители как хотите назовите в общем люди силы но есть люди которые эту силу не осознают и не занимаются не практикуют но они родились в семьях которые наделены этой силой то есть например когда в какой-то семье постоянно из рода в род рождаются только мальчики по или же только девочки особенно это выявляется уже в третьем поколении и после третьего поколения вот и люди этой силой владеют и тогда этот ритуал может им подчиниться но если люди которые не владеют такой силы не рождаются таких семьях это тоже момент есть и и вообще не по судьбе эта тема вообще человеку но бог или боги кто какую веру исповедует не дают возможность не хотят помочь этому человеку удача отвернулась от него и так далее и тому подобное то есть в этом случае не следует расстраиваться людям а надо просто напросто спокойно обратиться к мастеру чтобы он на профессиональном уровне провел эти ритуалы и эти обряды но в принципе вот это я хотела сказать думаю я ясно объяснилась а ну а так благодарю за внимание есть какие вопросы есть пишите 20 спасибо